Одна из главных фобий россиян по данным опросов – нападение беспризорных собак. Группы в соцсетях полны видео и текстовых сообщений о сворах, которые бегают по населенным пунктам и пугают жителей. Напомним, в прошлом году в стране был принят закон об ответственном отношении к животным. Что изменилось за год и как в республике регулируют численность бездомных животных в нашем репортаже. Это видео в начале года всколыхнуло всю республику. Но сначала школьники подумали, что стая волков вышла из леса. Охотники же заявили, что это бездомные собаки, которых развелось очень много в последнее время. Съемка была сделана в Канажском районе около деревни Караклы. Это, конечно, страшно. Дети на улице бегают, взрослые ходят. Это опасно. В администрации сельского поселения заявили, что жало под жителей не поступало и про собак они не слышали. В администрации караклинского сельского поселения обращений граждан насчет бездомных собак обращений не было. А это уже видео из Батрева. На улицах села бегают стаи собак. Правда, некоторые из них с ошейниками. Родители, провожая детей в школу, жалуются. Собаки ведут себя агрессивно и пугают малышей. Владельцы животных не должны выпускать своих питомцев без намордников на улицу. Чаще всего такая ситуация наблюдается вблизи образовательных учреждений, школ, детских садов, стадиона школьного, контейнерных площадок, парка, улиц частного сектора и также дороги, которые ведут к скотобойням. Светлана рассказала, что еще в начале года администрация района обещала провести аукцион на определение подрядной организации, которая будет отлавливать животных. Найти желающих оказалось не так-то просто. И лишь в феврале конкурс состоялся. В 2021 году на отлов собак в бюджете Баттской районе предусмотрено 177 тысяч 700 рублей. В начале года мы объявили конкурсные процедуры на отлов безнадзорных животных на территории нашего района. В середине февраля прошел аукцион. И у нас придется подрядчик, это у нас индивидуальный предприниматель Мадянкин Сергей Александрович от нас в Ульяновской области. Он, согласно условиям, должен провести эти все работы, то есть отловить все собак в количестве 29 штук до 15 апреля. Год назад вступил в силу закон об ответственном отношении к безнадзорным животным. Он предполагает строительство в республике сети приютов, куда будут привозить отловленных собак. Там их должны стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно. Но, как и ожидалось, желающих выполнить муниципальные контракты не так много. Глава республики у нас недавно это отметил, о том, что, по его мнению, тоже в ряде районов республики будет необходимо построить вот эти объекты. Я думаю, без помощи органов республиканской власти здесь ни в коей мере не обойтись, поскольку сами муниципалитеты, к сожалению, такими средствами не обладают. И мы, несмотря на то, что пытаемся понудить их это сделать, к сожалению, тоже понимаем эту проблему и не можем объять необъятное. И все-таки в данном случае здесь помощь республиканских властей, по нашему мнению, она необходима. Сейчас определены четыре муниципалитета, в которых предполагают построить приюты. Канаж, Шумерля, Новочебоксарск и Аллатрский район. Но создание таких центров лишь часть большой работы. Одно из предложений – это ввести обязательный учет и идентификацию животных, в том числе животных, кошек и собак. Рекомендовать стерилизацию домашних животных или беспородных животных, которые не имеют никакой племенной ценности, чтобы предотвратить появление новых особей на улицах. Единственный пока в республике пункт передержки животных без владельцев работает в Чебоксарах уже пятый год. Мы только последствия. Следствие того, что вот этого безответственного отношения к животным, именно человека, то есть собака, либо появляется на улице от безответственного отношения, ее выставили на улицу, либо от приплода домашнего животного, но либо, как говорится, от того, что немножечко не ценится жизнь другого существа. А много животных возвращается обратно в привычную среду из пунктов от вас? Вот на данный момент, хотя у нас и стоит по законодательству, что мы имеем право делать это, но мы просто видим, что население нашего именно региона к этому пока еще не готово. Можно застроить приютами всю страну и стерилизовать всех попадающих туда собак. Но проблема никогда полностью не решится, если люди будут относиться к животным, как к игрушкам. Поиграл и выбросил за ненадобностью. Специалисты считают, что воспитывать бережное и ответственное отношение к животным надо с детства. Родители должны подавать пример.